Полиэтиленовый пакет Вместо полиэтиленовых пакетов экоактивистка Алина Бескровна использует тканевые мешочки. Одноразовую посуду, которую проблематично утилизировать, заменяет многоразовыми судочками и обучает соседей сортировать мусор. Дважды в неделю по часу мы открывали мусоросборник, устанавливали разную тару. Люди приходили со своими пакетиками и разделяли в торсырье. Так узнавали, какой мусор можно перерабатывать, что лучше не брать в магазинах, потому что его не переработать. Так и популяризировали, учили. Год назад жители этого комплекса собрали деньги и сами купили необходимые мусорные контейнеры. Мы собираем картон, бумагу, мы собираем различные флаконы полиэтиленовые от моющих средств. Их не нужно специально мыть, их не нужно как-то определенным образом готовить. Главное, чтобы они были пустые. Отдельно мы собираем алюминиевые баночки. Это принципиально, потому что их перерабатывают отдельно. Уже сейчас несложно найти альтернативу одноразовым полиэтиленовым пакетам, говорит Светлана Рикичинская. И хотя сейчас использование эко-сумок для покупки мешочков для продуктов скорее веяние моды, всего через два года большие пластиковые пакеты могут попасть под полный запрет в Украине. На рассмотрении парламента находится соответствующий законопроект. Мы сейчас говорим о частичном запрете использования пакетов. То есть не все пакеты, а только те, которые являются оксораскладными, сверхлегкими. А биоразлагаемые пакеты нужно официально маркировать. И их можно будет использовать. Подобное ограничение ранее ввел Европейский парламент. К 2021 году одноразовые пластиковые тарелки, ватные палочки, соломинки и палочки для размешивания напитков будут запрещены во всех странах-членах ЕС. Наталья Чикатун, UATV